Продолжение следует... Это Одесса, Харьков, Одесса, Николаев, Краматорск, Кременчук, Запорожье, Мариуполь, Полтава, Чернигов и Ивана Франковская. В общем-то, ничего особого в школе нет. Обычная академия, в которой преподаются IT-курсы разных направлений, кроме как того, что это социальное предпринимательство и так называемая бирюзовая организация. Кто вообще знает, что такое бирюзовая организация? Супер! Три человека у нас, как минимум, есть четыре даже. Это мне очень впечатлила задача сегодня, потому что, в общем-то, self-management или самоуправление является ядром бирюзовой организации. И мы как бы строим в академии такую бирюзовую, да, бирюзовый стиль. Кроме того, BitRoot Academy – это как бы часть большой IT-компании, которая называется BitRoot, которая тоже, в общем-то, практикует бирюзовый стиль. И мы рады находить новых знакомых, которые знают, что такое бирюзовая организация, которая пытается работать в бирюзовом стиле и, собственно, находить общий язык и развивать взаимодействие. Потому что наша одна из главных задач, в общем-то, распространять эти ценности бирюзовости и социального предпринимательства в Украине, в первую очередь, ну, и по возможности за границами Украины, в том числе в Швеции, потому что академия также есть в Швеции. Вот. Ну, немножко я всё-таки расскажу, да, про бирюзовую организацию. Итак, давайте перед этим, если у нас, как бы, я засчитала на 45 минут, но поскольку у нас чуть больше времени, я думаю, что у нас немного будет очень неплохо быстренько познакомиться, просто представьтесь, назовите своё имя, как вы понимаете самоуправление вообще, что это для вас в любой сфере, ну, я имею в виду, либо в организационных моментах, либо учебных, так что такое. Для вас самоуправление и назовите что-то, что вы любите, что начинается в начальном букву вашего имени. Я сейчас продемонстрирую, да, это, как это делается. Меня зовут Катя, я пока не буду говорить, как я понимаю самоуправление, да, потому что я скажу это чуть позже. И я люблю кактусы, например, то есть моё имя Катя, и запоминаем кактусы. Вот, и дальше кто представился, передаёт любому человеку в аудитории слово, просто, ну, там, вы следующие, да, чтобы мы так, как бы, в хаотичном порядке немножко представились и вообще познакомились. Если у вас есть какой-то опыт работы с бирюзовыми организациями, с самоуправлением, обязательно тоже об этом скажите, чтобы мы вообще понимали, да, как бы, кто в чём может быть экспертен, может нам помочь сегодня. Кто готов начать? Давайте я начну. Меня зовут Дмитрий, я понимаю, что самоуправление, это тогда, когда не нужен начальник, мы самостоятельно управляемся, и что ещё добавить? Что-то, что вам нравится на букву Д. А, на букву Д. Двигаться. Двигаться, супер. Дмитрий двигается. Да, я передаю вам. Да. Меня зовут Светлана, я розумею самоглядование, как те, что каждый человек передает за своей вчинкой, безконтрольно. И я люблю Соня Шнебу. Соня Шнебу. Кому передает Светлана? Да, Светлана. Дякую. Меня зовут Юлия Киев. Отличитель абибирюзовых организаций читала Телёю ЛАЛО, одно из форумов бизнес-форумов, который консультировалась в Украине, таких организаций нет, хотя бы пытаются себя так интерпретировать, но на самом деле нет. СНГ их тоже как бы нет. Поэтому достаточно интересно может услышать, что вы про это расскажете. Обносительно самому управлению, я соглашусь со всеми, кто сказал, это возможность контроля себя для достижения максимального результата всей компании. потому что мы работаем в команде. И на букву Ю, ЮЛА. Супер. Юя, Юля, Юла. Ну, вовремя. Кому передает. Соня. Сама управление для меня это свобода и самостоятельность принятия решений, но при этом на общая блага, на сушице какое-то. Вы, Виктория Ветер? Я, свобода. Кому передаете? Передаю. Получим к фото. Раз, трешечка секунду. Да, вы называете свое имя. Как вы понимаете самоуправление? Если вы как-то с этим связаны, можете сказать, если знаете, что такое бризовая организация. И потом говорите на первую букву вашего имя то, что вам нравится. Ну, например, Виктория Ветер. Я, Леонид, для меня самоврядувание, это в первую очередь свобода думки, свобода действий, свобода даже чувствий, и Леонид Леонид Леонид. И передаете кому-то в Сосидице. Меня зовут Тетяна, я из Житомирской области, СНК Чернижи. Для меня самоврядувание, это умение само, себя организовать, для достижения первой цели. Ну, и на имя Тетяна любитворение, что любит и что. Спасибо. А то есть, Виктория? Не знаю. Не добро. Меня зовут Наталья, я Горгевьянка. По роду своей деятельности я Наталья Ниточка, потому что я управленец, и, к сожалению, или, к счастью, не знаю, курирующий Ницкого самоврядувания в районе. По-моему, она такая справа башка. Между детьми и ученицским самоврядуванием, это начальник, скажем так. Думаю, что сегодня получу реальные какие-то наработки, которые помогут мне сплотить эту команду из 30 школ, которые между собой никак не связаны, а управление 30 школ должно в районе работы. Спасибо. Передаю слово вам. Дякую. Меня зовут Татьяна, я из Бахмута, Донецкая область. Для меня самоуправление – это самостоятельное принятие, ну, во-первых, планирование, реализация и ответственность той организации, которая что-то придумывает и что-то делает. К самоуправлению тоже имеет отношение непосредственно как зауч по воспитательной работе и к ученическому самоуправлению. Очень бы хотелось, чтобы самоуправление существовало и учительская в школе, и родительская в школе, то есть у всех подростков. Ну, и ты, Татьяна, и мне. Спасибо. Просто мне нравится. Кому передаете слово? Я передаю слово вам. Всем доброго дня, меня зовут Виктория, я живу в Киеве. Для меня самоуправление – это, когда инициатива распускается изверху, это всегда желание тех людей, которые что-то делают, желание, инициатива, и они несут ответственность за все подочинные процессы и ответственность за результаты. Виктория, велосипед. Велосипед. Вы, извините, все. Нет, я оператив. Вы не вернули. Я. Меня зовут Виктория. Самовредование для меня – это, когда студенты, я работаю с этим коллективом, самостоятельно что-то инициируют, и потом отвечают за выполнение и его организацию. Ну, и анализ, потому что будь-який захист, который проводится самостоятельно студентам, должны иметь последствия, ну и так далее. Сюда пришла, чтобы узнать себя про деякие моменты, потому что тренинг говорили. И Виктория Асабадарев. Класс. Кто следующий? У нас еще несколько человек. Меня зовут Оксана, город Киев. Самовредование для меня – это самоорганизация, это ответственность, это результат, и это организовать людей под какую-то идею. Оксана, я по-украински ассоциация, я верю в глобой организации в Украине, потому что я считаю, что наша организация, она одна из, ну, в числе этих глобых организаций. Диризовывают. Диризовывают. Извините, я прошу пчели, я перевожу на это, диризовывают. Поэтому... Вы участвуйте в обеях. Я участвую. Да. Меня зовут Галина, в Закарпаттях хост. Самовредование для меня – это свободное, усвідомление, ответственность и развитие. И Галина – глубина. Глобина. И вы нас завершите. Меня зовут Галина Михайло, я также из Сакарпаття, село Перезвом. Маю безусловно отношение до самоурядувания, так как я, власне, освитянин, а працюю в сфере місцевого самоурядувания, заступник головы районной ради. Что для меня самоурядувание? Самоврядувание – это возможность решить вопрос, если говорить про місцевое самоурядувание в управлении местного значения, если адаптировать до обеспечения, это возможность приймать обеспечения, которые требует весь коллектив освитно-установки или окремая группа людей. Это, однозначно, не касается одной особи, если говорить, что там кто-то озвучивает свободу. Это принятие решений, которые касаются к определенному коллективу людей. Но это не только принятие решений, это решение их вопросов. Если говорить о комплексе самоурядувания в освитно-установке, то это мае быть возможность принимать решения кадрового решения, вопросов финансовых, широкий спектр самоурядувания. Слово, которое кодовое, майбутнє. Майбутнє для нашей освіти было очевидно, что у нас есть майбутнє. Михайло майбутнє у нас завершили, но на самом деле еще не совсем. Сейчас мы немного приезжаем в память, и вы не звезли кого-то, кого вы зажиметали с его, как я сказал, кодовым словом. Михайло майбутнє, кого вы помните, передавайте. Виктория Велосипеда. Виктория Велосипеда. Далее. Виколина Глибина. Наталья Ніточка. Ветер Виктория, я помню, да? Оксана Аусфина. Наталья Ніточка. Мне тоже очень хорошая связка. Извините. Вам нужно кого-то другого назвать. Юлия Юна. Юлия Юла, да? Да. Юлия Юла. Можем подсказать, да? Тут были сахарточные навыки. Тадяна, в Риме. В Риме. В Риме. Я уже не помню. Ленни Лемон. Ленни Лемон. Да, отбудьте. Ленни Лемон. Кого вы запоминали? Всех назвали, когда я уже пришел. Да. Я назвала Каптус. Каптус, да. Окей, давайте я, Катерина Каптус, Дмитро Двігнаця. Кого вы помните? Каптус. 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 У нас, что вы, так? Вы, Тетяна тоже. Нет, Светлана. Светлана. Сонечные дни. Сонечные дни. Да. И вас еще называли, так? Виктория Вода. Виктория Вода. Всех назвали. Супер. Да, добре, мы так швиденько познайомились и почули, что не важнейшее, как вы понимаете, что такое самовызывание. На жаль, мне доведется, чинно счастье, поводиться с Юлією, что действительно таких бюроизовых организаций, какими их описывают, а таких самоврядных организаций, какими их описывают в книжках, не существует. Потому что эта модель в процессе в целом и не имеет ни единую ответственность. И, в основном, немного расскажу, что такое бюроизовая организация. А, ну, я про себя помню, несколько слов скажу. Да, я работаю в Битрутоакадемии, как я уже сказала, и, кроме того, 10 лет я работаю в университете КПІ, в Киеве, который находится. Они также имеют опыт 10-летнего фасилитирования в общественном секторе. Потом, в основном, я занималась, приблизительно тем самым, что сейчас в Битрутоакадемии это специалисты обеспечения, увеличение качества научного процесса в целом в международной и обеспечении платформе, которая занимается онлайн-курсами. И снова вернулись, в основном, не до офлайн-формата, это в Битрутоакадемии. И, в основном, в основном, в основном, дает показатели того, кто должен что-то выполнять. То есть, наверху, вниз, и человек, который выполняет, обратившись до своего керевника, всегда спрашивает, как ему это сделать, а керевник всегда знает как ему это сделать. «Организационные ценности в том, что онлайн-курсами в том, онлайн-курсами в том, что онлайн-курсами в том, а потом найти спільное решение и спольно его реализовывать». Сегодня, как раз, мы попробуем использовать некоторые методы того, как это можно сделать, и про некоторые, кроме того, еще расскажу. «Организационные ценности в том, что я сказала, что мы еще не находимся тут. Нема еще этих бюлюзовых организаций и организаций самоуправления. Мы где-то посередине, мы сейчас попробуем шукать эти инструменты, брать старые инструменты, выгадывать новые. Потому что, на жаль, даже в обставинах сегодняшних в Украине очень тяжело использовать эту бюлюзовость, поскольку, власне, весь навколишний простір не функционирует в режиме бюлюзовости, а зовсім в іншому. Это вот традиционный подход, если вам будет цікаво зануриться, то, власне, есть в Украине книжка «Компанія майбутнього», автор Федерик Лалу, где он детально описывает эту спираль развития организации и говорит, что на сегодня есть червоные, помаранчевые, зеленые и, власне, бюлюзовые. Если так на примере, что это такое, то зеленые организации очень часто это IT-середовища або громадские организации, которые побудованы на основе ценностей и доверии, но там нет еще разумного самоуправления, оно только в режиме какого-то установления или элементов. Это очень гуманный такой способ организации деятельности, когда есть намер прислушаться один до одного. Попередний уровень это конкурентные организации, очень часто это IT-компании, например, если вы знаете Сиклум, если вы знаете Эпам, Люксофт. Это из инновационной сферы те, кто пытается работать на уровне KPI, то есть показников кисточных досягнений. Если ты больше сделаешь, больше, например, найдешь новых айтишников, или выготовил больше продуктов, то у тебя есть больше винограда. Фрешлайн работает в режиме помаранчевых организаций, и это может быть на современном рынке тип организаций. И червони организации это очень часто государственный сектор, это армия, например, это там, где есть много бюрократии для принятия решений. Мой опыт работы в КПИ, в университете, это опыт работы в подобной организации. Я не могу сказать, что это очень плохая структура, и очень тяжело работать в режиме самоуправления и бюлюзовости. И эти налагожденные процессы, документации и так далее, они уже настолько проявили все, что очень тяжело сделать что-то, изменивши схит подий. И это уже так работает, и только некоторые, как говоришь о КПИ, элементы начинают выстреливать как элементы самовредования. Во-первых, это связано с студентством. Это появление новых проектов. Например, есть проект «Башта». Завдяки студентам полностью восстановили одну из башт университета. «Анти-кафе». «Анти-кафе»? Нет, это не «Анти-кафе». Там первый главный корпус университета. Там есть две башты. Одну из башт реставровали и сделали там культурный центр. Там выставки проводят, лекции. Это «Белка». Это один из таких примеров. Есть еще «Радео», «КПИ». «Белка» это «Опен-спейс». Такая локация для проведения лекций. И, взагалі, проведение часу для студентов. Это все как раз приклади, заініційовані внизу. Власне, завтра мы спробуем поговорить про то, как мы можем поединять традиционную альтернативную парадигму в рамках ваших организаций, где вы находите. И используем то, что мы использовали в организации для решения разных вопросов. У нас есть несколько основных категорий в организации. Это «Викладатели», у нас их больше 40. Это «Локальные менеджеры», которые занимаются академией в разных местах. Это «Команда поддержки» и студентов. Наиболее категория у нас уже больше тысячи студентов за последние два года. У нас стало вопрос, что выкладки выграют на работе. Один из проблем, они не знают, как мотивировать студентов. и много это вкладывать. И мы попробовали решить это вопрос, используя твой дебатный метод, который мы сейчас с вами попробуем. мы собрали наших вкладчиков на воркшоп. В одном месте было около 40 и 30 вкладчиков. они собрали и мы им дали возможность самостоятельно найти шляхи, которым они могут решить мотивации своих студентов. Поэтому мы сейчас попробуем поделиться на команду, на две команды, если быть точным. я знаю, сколько нас называют 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Одна команда будет готовить аргументы на користь традиционного подхода. Другая команда будет готовить аргументы на користь самоврядувания. Почему важны аргументы ту и ту сторону? Потому что сейчас тяжело створить полностью самовряду организацию бирюзовую. Чтобы перейти, необходимо оставить наиболее традиционного и набудовывать другого. Одним махом достаточно тяжело. У меня есть два варианта. или если кто хочет аргументовать плюсы традиционного подхода, кто хочет заниматься традиционным подходом. Я так и думала, тогда мы випадковым чином визначим, кому достоится традиционный и альтернативный подход. вы держите листочек, где будут две цифры. Первая цифра означает, что это альтернативный или традиционный подход. Один это традиционный подход. двойка это альтернативный подход. Я просто все смешаю и визу и и визу визу и визу и и сейчас прошу вас территориально поделиться чтобы одна команда номер один вот первая цифра 1 пожалуйста 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 У вас профессиональный подход, у вас самоврементирование и профессиональный подход. Про что вы должны думать, когда вы придумаете аргументы? Во-первых, что думают и чувствуют участники этого процесса, что могут сполювать, какие-то суммы. Дальше, что чуют, то есть от других, как влияет на них думка оточечих. Например, в стране у нас не совсем понимаешь, что киберизовый подход, поэтому, например, для традиционного подхода будет то, что его легче имплементовать, а не то, что бюрюзовый будет очень тяжело проводить. То, что говорят и делают, как решаются проблемы, например, в рамках этого подхода, и вообще, что хвилюет это средство. Если вы говорите про школу, например, и если вы хотите строить бюрюзовую школу, то есть я тоже немного рекламу из сегодняшнего спикера. Сегодня будет, если Инна действительно подтвердится, что День Евгения у нас, женщина, которая, в основном, основная школа в Берлине. Я очень рекомендую всем внимательно слушать. И, например, какие могут быть проблемы при разбудовании и использовании того или иного подхода. Как вы это будете делать, кто будет формулировать, или вы все вместе будете эти аргументы формулировать, это абсолютно ваша справа. Основная задача, чтобы каждый из вас запоминал и понимал эти аргументы. Потому что следующим этапом мы будем работать в паре, и каждый из вас будет в паре с другой командой. Например, у вас номер 2-1, подскажите, пожалуйста, один-один, кто есть. Вот вы будете, например, в паре працювать, и кто-то здравуючись в дебатах или знает, как работает дебатный метод. Знаем. Да. И, в основном, когда мы идем, я пока что включу, мы будем работать в режиме такого дебатного формата. Очень коротенько. Мы долго не будем витрачать на этот час. Когда сначала представитель традиционного подхода говорит аргументы, три минуты, потом три минуты на нативный подход, потом контраргументы. То есть вам нужно сейчас все эти аргументы так себе сформулировать, записывать. Я вам даю возможность пользоваться флипчатами, маркерами, и разработать эти несколько основных аргументов на пользу одного и другого подхода. У нас сейчас пик на первую. У вас есть 10 минут. У вас есть 10 минут. Так что мы исправимся ранее, что будет сутка. Я засекаю секундомер. Теперь у вас есть то, поднимите руку, у кого с единички начинается. Вот с вас начинаем. То есть вы приводите свои аргументы в течение минуты, почему традиционный подход это классно. Минута закончилась, я сказала, вы замолкли, продолжает дальше следующий человек. Потом вы внимательно слушаете и готовите сразу свои контраргументы. Это такая творческая часть, которой вы сейчас не готовились. И, собственно, у вас есть минута на контраргументы по поводу того, что сказал человек про альтернативный подход. И потом контраргументы. Можно либо контраргументы на контраргументы, это уже ваше дело, либо контраргументы на изначальную первую позицию. На каждый этап у нас по минуте мы как раз за 5 минут уложимся. И я еще 5 минут потрачу на то, чтобы рассказать, наверное, об организационных моментах именно у нас в школе. Выберем те, которые вам наиболее интересны. Так, ну что, поехали. Мы не будем делать завершающие части. Как это вы делали обычно? Вы поговорили, услышали аргументы. Естественно, нужно прийти к какому-то выводу. И в конечном итоге каждая пара выдавала какое-то единое мнение. Мы записывали это все, собственно, столбиком. Какие способы мотивации могут быть? У нас тогда был вопрос, кнут или пряник? Наказывать или не наказывать? Первый был человек за то, чтобы применять физическое насилие для мотивации. Ну, такая была у нас утрированная форма. И второй человек говорил о том, что нет, мы должны целовать в лобике, кланяться в ноги. Соответственно, да, полностью кардинально противоположная позиция. В итоге выкристаллизовалось что-то среднее, приемлемое. И, в общем-то, эти методы мы потом собрали в единую презентацию и для всех распространили. И преподаватели сейчас, если у них возникает вопрос, могут обращаться к этому условному пособию и пользоваться этими инструментами. В общем-то, вот речь идет, да, об этой зоне обучения, где есть чувство психологической безопасности и высокий уровень мотивации и контроля, как раз, нет даже, высокий уровень мотивации. В общем-то, бирюзовая организация помогает создать такую атмосферу. И еще вот пять минут я расскажу о том, как это работает у нас. Если есть у кого-то прям конкретные вопросы, какая именно часть организационных процессов вас сейчас волнует, вы можете мне сейчас сказать, либо потом подойти со мной пообщаться, я в деталях расскажу. У нас все началось, как я вот уже услышала, как ее зовут? У Инны. У Инны, да, у Инны тоже так же. А мы вдвоем в одном представляем. В общем, у нас два наших шведа, которые основали компанию, ездили по Украине и прочитывали, собственно, компании будущего эту книгу, воодушевились и решили сделать такую компанию на принципах бирюзовости. И не знали, как это делать, да, они вот решили походу это все нащупывать. Сейчас у нас действительно поначалу, когда вы приходите с какой-то бюрократической или там оранжевой организацией, в такую бирюзовую немножко непривычно. Начальника действительно нет. То есть как принимается решение, наверное, самый у всех такой важный вопрос. Проходится методом консультации решения. То есть, например, я хочу ввести курс для преподавателей онлайн. Что мне нужно сделать? Мне нужно найти где-то 3-5 человек, которые разбираются в этой сфере, максимально к ней приближенных, да. Например, это может быть человек, который отвечает за финансы. Это может быть человек, который готов преподавать этот курс. Это может быть тренер, да. И вот так вот, допустим, мы нашли 5 человек. Я с ними консультируюсь, они мне высказывают своих «за» и «против». В общем-то, если нет такого жесткого противостояния, то решение считается принятым с учетом корректива, да, вот нужно ходить. Там же есть одна особенность, насколько я понимаю. Там есть, что нужно проконсультироваться с человеком, который более опытный в этом вопросе, и с тем, на которого эта работа повлияет. И это помогает охватить разные сферы времени. Мы просто сейчас переходим как раз с формальной точки такой, на вот эту вот бирюзовую компанию, да, без начальников этот. И еще возникает проблема с тем, что у начальника из-за страха бесконтрольных, да, какого-то, и отсутствия каких-то нормированных правил, из-за этого очень сильно усложнилась система теперь. И еще хуже стало из-за многоконсультирования как раз. Есть опыт, но не начальник. Да. Есть опыт, но не начальник. Но у нас нет. Вот это вода, Пикторик. Чи правильно я понимаю, что в этой организации абсолютно не имеет никакого планования, и в том числе финансового? Ну, то есть, окей, когда вы говорите, я хочу онлайн-курс. Да. Ну, мы сейчас, когда занимаем онлайн-курсы, это, правда, большие деньги. Ага. Как вы... Класс. Потому что я тоже назвала, на самом деле, реальный проект, да, которым я сейчас занимаюсь, и как я, собственно, это делала. У нас есть общий бюджет, да. То есть, понимание общего бюджета. За счет чего мы живем вообще? Первое. Это наши курсы, которые не приносят доход, а позволяют оплатить зарплаты и аренду помещения. Все. То есть, с этих денег я не могу брать, ну, что-либо на новый вот виток. То есть, это все, что будет связано с функционированием и существующим. Но у нас есть грант большой тоже. Он на три года, и там есть свой бюджет. И вот. Я беру человека, как я лично делаю. Я взяла project-менеджера этого проекта, который знает, как он устроил. Fundraiser, который нашел этот проект и тоже знает особенности. Собственно, нашего основателя, чисто стратегически, насколько этот проект подходит. Потом операционного менеджера, который занимается открытием новых академий, вот, новых курсов, запуском именно. И тренера, вместе с которым я планировала вот разрабатывать эти курсы. И эти пять человек, я с ними со всеми поговорила, с кем-то по отдельности, с кем-то вместе. Услышала их фидбэк. И, в общем-то, мне сказали, что есть такой-то бюджет. И вот, как бы, мы пытаемся втискиваться в этот бюджет. Там у нас тоже есть разные вариации. Там сами снимаем, не сами. Потеряем ли мы в качестве. Ну, в общем-то, тут все достаточно просто. Планирование у нас нет такого глобального, как вот можно представить в корпорации. У нас есть чекпоинт какие-то основные, что мы хотим. У нас, типа, на ближайшие три года задача открыть 10 новых локаций, запустить 10 новых курсов. Как бы, работать над бирюзовостью. Это тоже одна из стратегических целей. И популяризировать социальное предпринимательство в Украине. Вот наши четыре основных задачи. И, в общем-то, они не конкретизированы жестко. А какие живые организации, которые бирюзовые, вы знаете, сотрудники, берете примеры в развитии бирюзовости СССР? Угу. Мы сотрудничаем с TAF Leadership. Это шведская организация. Они одновременно консалтинговая организация. Они бирюзовые. Они бирюзовые. И они внедряют self-management. А можно написать? Так. Где, чем писать? Вот. Слово TAF, да. Вот TAF пишется. И leadership. Это шведская. И нас консультирует основательница этого TAF Leadership шведка. И тренер их британка. Они приезжают периодически к нам и с нами работают. Они также, в принципе, занимаются консалтингом подобных организаций. И помогают им ведрять самоуправление. То есть их основная задача self-management. Сколько их человек? Сколько их я не знаю. Они на английском работают? Да, на английском. Они большие. Мне кажется, они небольшие. Вот есть список организаций, которые бирюзовые считаются. Я помню всегда про Morning Star. Почему она меня привлекает? Потому что это большая... Это завод. То есть это завод, который внедрил бирюзовые организации. Известны еще Патагония. Это те, которые выпускают одежду, рюкзаки. И они потом рюкзаки делают. У нас же банк, по-моему, извиняюсь. У вас в Украине банк же какой-то работает. Юникредит или какой-то банк работает. Да. Я знаю, что шведский самый большой банк тоже работает в бирюзовой организации. Хорошо. Но на Innovation Hub сказали, что были эксперты, что в Украине нет бирюзкалоза. Ну, хотя таковой... Я знаю общественную организацию одну, которые тоже хотят переходить сейчас на бирюзовый социдент. Обычный. Это киевская... Ну, мы работаем, которые сейчас переходят на этот бирюзовый социдент. Секретовый снэп. Да. У нас вот та книга, по которой... Давайте, может, есть какие-то еще критичные вопросы. Она у нас уже час. Кому интересно, по конкретным вопросам куда вы говорите? Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!